всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин кто хочет от вас ребенка как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и смотрим каких энергиях вы сейчас прибываете вы знаете я бы назвала одинокий волк вот если коротко состояние одиночества состояние какой-то ну не нужности что ли вот даже может проигрываться кстати у тех кто даже сейчас еще в паре живет либо встречается у вас может проигрываться вот такая холодная атмосфера даже дома даже если вы вместе вроде бы но состояние вот одиночество вдвоем я не вижу абсолютно у вас на данный момент какого-то вот комфорта знаете вот именно душевного комфорта я не вижу такого драйва в любви я не вижу абсолютно рядом любимого человека если кто-то еще раз говорю даже те кто сейчас в паре да может быть вы в состоянии развода разрыва отношения ну это трэш просто если коротко вы в своей жизни вам скажу от женщин вот натерпелись кто-то с одной страдал у кого-то повезло с двумя с тремя были проблемы да вот по жизни как-то вот ну женщины ну достают вас но столько кровушки пьется столько выноса мозга именно от женщин было в вашей жизни поэтому с одной стороны у вас и состояние какой-то такой ненужности от решенности а с другой стороны вы начинаете кайфовать от одиночества но я имею ввиду не от именно от самого одиночества кайфовать потому что одиночество в принципе ну ну никакого кайфа не приносит да временное еще можно там да иногда побыть одному но вот вы кайфуете от того что никто не выносит мозг от того что вы делаете что хотите никто вас не контролирует не указывает вам что делать и так далее вот именно это состояние вот какой-то ну такого душевного равновесия вот именно в этом плане душевного спокойствия это есть такой момент хотя да хотя одиноко хотя грустно может проигрываться у вас есть близкий друг с которым вы да можете поделиться там какими-то радостями горестями который может вам помочь подсказать и словом делом там финансами чем угодно причем вы еще вообще пошла опасаетесь вот даже следующих отношений вот новых почему вы не торопитесь даже в отношения вступать потому что вы думаете но снова начнется вот этот крышеснос вот этот вынос мозга да и снова все по накатанной вот вы себя так застопорили немножко у кого-то может быть даже вы хотите просто пожить для себя вот какой-то период пока вы вот кайфуете от одиночества так сказать так что еще вашей жизни проигрывается да кардинальные перемены произошли в жизни причем вот вы вообще такой человек знаете вы весельчак вы компанейский вы гостеприимный вы даже вот проигрывается вы можете и стол накрыть да вот там не знаю на 10-20 человек если гости придут вы очень такой хороший отец у кого есть дети причем заботливый потому что ну далеко не каждая женщина может быть такой заботливой как вы причем вот это вот ребячливость я вам скажу у вас еще в душе осталось вот вы как взрослый ребенок но опять же вы это показываете только с близкими людьми это можете вы показывать либо с любимой женщиной когда она у вас была до на либо же с друзьями там но с такой вот самой тесной компанией такой вот взрослый мальчишка которому иногда хочется подурачиться пошалить но опять же эти шалости видят единицы самые самые близкие обычно и так какая женщина пришла к нам на расклад которая хочет от вас ребенка так что же это за женщина у нее знаете вот эта женщина тоже она либо же в разводе пребывает вот либо у нее было очень серьезное расставание такое довольно трагичное для нее был очень непростой момент причем еще может проигрываться что у нее уже есть ребенок а может быть даже 2 она вас знает конечно же держу интригу как всегда где вы пересекаетесь и как но опять же почему вы да почему брюнетка скорее всего проигрывается довольно часто у нас почему-то брюнетки стали да так почему от вас она хочет она очень такая смотрите она очень домашняя вот как женщина типаж я имею ввиду женщин вот именно мама такая вот она настоящая вот мамочка есть женщины которые знаете вот веселушки хохотушки погулять потусить а это именно мамочка такая которая обогреет обласкает очень классная такая но она осталась конечно одна еще раз повторяю может проигрываться что она одна с ребенком осталась она знает что вы тоже очень хороший отец она знает что вы очень заботливы как человек она знает что вы очень сильно любили свою женщину свою бывшую я имею ввиду да то есть понятно что вы знакомы так почему она именно то она в принципе я ответила даже на этот вопрос что она знает что вы в этом плане очень такой надежный очень заботливы вы семьянин да так будете ли вы с ней сближаться давайте-ка посмотрим будете ли вы сближаться с ней да смотрите кстати она как-то вот сама к вам проявится вот она проявится больше такой активности начнется с ее стороны это могут быть у кого-то звонки да как обычно женщины там позвонит допустим у нее там что-то поломалась там мы либо одолжить может быть что-то ну то есть вот эти все женские ухищрения может даже такое быть что она как-то вот ребенка своего подошлет ну то есть попросить там допустим вот по соседству живу да пойди там дядя Саша сходи-ка ты за солью я утрирую конечно но в таком плане может еще проигрываться опять же смотрите вот вы как-то начнете с ней сближаться причем вот от нее знаете вот сейчас мне такая идет энергетика вот какая-то такая безумная сексуальность вот такая сексуальность что еще вы может проигрываться что вы ее как женщину очень и очень сильно захотите вот когда вот эти ее первые поползновения начнутся да вот вроде бы она что-то попросит просто может быть по дружески по приятельски что-то отремонтировать куда-то там сходить что-то помочь и так далее вы вот именно как мужчина ее захотите вот взыграют ваши инстинкты вот такая тяга знаете вот как на флюиды вот как мотылек на огонек полетите то есть у вас безумная какая-то страсть сначала к ней вспыхнет причем знаете вот это будет ну как бы помимо вашей воли даже вот вы такой человек да который ориентирован на семью больше но здесь вот ну взыграют реально вот какое-то знаете как просто мужское возбуждение вот есть женщины настолько сексуальные когда ты вот мужчина смотрит на нее да и просто вот смотришь и хочется как говорят но здесь все взрослые люди все прекрасно понимают вот приблизительно из-за этого и у вас случится вот вы на нее смотрите да вроде вы просто общаетесь да пусть там на работе у кого-то это будет соседка у кого-то там не знаю там знакомая хорошая и вы будете чем больше с ней общаться тем больше вам будет ее хотеться она давно вас хочет она давно вас хочет я вам скажу по секрету причем она хочет ребенка почему почему интересно давайте вот все таки уточним почему она хочет ребенка если у нее даже может быть уже есть ребенок она знаете она из тех людей которые считают что ребенок должен быть во первых не один в семье она из тех которые любят когда детей вообще много должно быть в семье поэтому вот смотрите какая ситуация проигрывается простите наговорилась сегодня она в общем то вот я резюмирую она в общем то знает какой вы человек она видит что вы хороший заботливый да во всех отношениях она понимает что вы хороший для семейной жизни а поскольку вот она считает что детей должно быть много она конечно же не против родить от вас ребенка она такая что она ну не будет в наглую лезть чего-то требовать да она очень осторожно будет вообще и себя вести с вами она будет очень такой деликатной но вот почему-то вот мне постоянно хочется сказать ну мамочка мамочка она и вас окутает и теплом и заботой да понятно что женщина не должна превращаться в маму для мужчины да но она тогда восприятие маму в конце концов не хочется да именно в интимном плане тогда мужчина немного восприятие портится когда женщина в мамочку превращается но вот она настолько вот своими вот флюидами такими вот домашними да вот идет ассоциация с какими-то домашними пирогами с теплым там ужином да вот она настолько вас окутает у вас начнется это все с романа да с романа но который перейдет именно вот в серьезные отношения так и что же будет причем смотрите вы со временем сами в нее до такой степени влюбитесь что будете сами к ней мчаться готовы там и в 12 ночи мчаться только бы ее увидеть у вас будет такой тандем когда вы будете делать все вместе вот знаете обычно такие пары бывают когда и в радости и в горести вот почему там нет пришла такая информация вот все вместе и по дому да и по делам вместе решаем все проблемы вместе это здорово на самом деле когда друг друга люди дополняют когда помогают друг другу кстати она вам может даже стиль одежды поменять может и такое проигрывается вот как-то еще лучше вы станете одеваться вот ну прям ну я не знаю то ли это более со вкусом так она вас приоденет вот стиль как-то подберет ну то есть это такие знаете отношения которые абсолютно но непредсказуемого такого характера вот когда люди вместе допустим к примеру работают либо живут да когда ты вроде бы так особо не пересекаешься не обращаешь внимания а потом взглянул другими глазами начал общаться ближе да ты увидел женщину ты почувствовал все вот эти ее флюиды тебе захотелось ее да и понеслась жара все бурные страсти и так далее вот приблизительно из такого и вас ждет вот сначала бурный интим вот именно интим который конечно же сопровождается влюбленностью поэтому ребята смотрите анализируйте я сейчас не беру какую-то сферу что эта женщина именно по работе там именно где-то там я не знаю в дороге вот я держу интригу вот я не хочу вас программировать потому что у каждого будет по-своему проигрываться у кого-то это может быть соседка по площадке есть у кого-то на работе такая женщина кого-то еще где-то поэтому думайте анализируйте но в принципе с этой женщиной если вы захотите конечно же ребенок возможен кто захочет то вообще ничего и никто и ничто вам не помешает будете многодетным папой если того захотите вот такой был расклад кому понравился ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и всем пока 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 не